День в день. Час в час. Минута в минуту. Радиоболтком. Продолжение следует. Продолжение следует. Мы должны напомнить, что наша гостья Лита Бейрис, она личность уникальная, она прима-балерина латвийской оперы, потом она была главным балетмейстером театра нашего оперного, успела побывать депутатом Рижской думы, даже она кавалер, офицер ордена трех звезд. И на протяжении уже 27 лет она директор Международного фестиваля балета Балтии, который сама же она и создала. И в этом году фестиваль состоится 27-й раз. С 4 по 30 октября это год не простой, а юбилейный для латвийского балета. Да, 100-летие. 100-летие латвийского национального балета. И я этим горжусь. И для вас тоже юбилейный год в этом году. То есть мы об этом чуть позже поговорим. А наша программа с помощью Литы сегодня помогает 4-летнему малышу Ратмиру из Олайны. И очень нужна помощь для оплаты диагностики и терапии в специализированном Таллиннском центре «Импульс». Подробнее мы чуть позже расскажем. Мы просто хотим напомнить сразу, что включается телефон наш 930-6384, евро 42 цента за звоночек. Всю неделю телефон этот работает в помощь 4-летнему малышу. Спасибо вам за каждый звонок. Ну, давайте начнем, наверное, с юбилейного года. Балета. Да, балета. Юбилейного года балета. Что для вас? Вот балет – это судьба, да? Это ваша судьба, это вообще судьба каждого человека, который начинает этим заниматься? Ну, вообще искусство затягивает человека. Или ты живешь в нем, или ты отсутствуешь и где-то между чем. Это уже невозможно. Да, особенно балет, танец – это очень большая ответственность. И только, ну, когда ты 100% можешь себя отдать, и даже 120%, отдать себя этому балету. Мои 26 лет на сцене тоже было, ну, это была моя жизнь. Это как вторая жизнь, да. Другое идет параллельно. Другая жизнь. Это главное. Иначе невозможно. Лиза, вас, наверное, спрашивали много раз, ну, еще раз спросим, сколько, какое количество пуантов на вашем счету, сношенных? Ой, много. Ну, примерно. У меня была своя колодка, как ведущая балерина нашего театра. Мы сотрудничали и с Большим театром Москвы, и для меня специально сделали мою колодку. Так называется, для пуантов. Да, и всегда, когда я получала эти ссылки или ехала сама в Москву, в Большой театр, то я получала с надписью «Бейрис». И я этим очень горжусь, еще что-то сохранилось из этих пуантов. И занималась я тоже вместе с мамой Халландой Плесецкой и с Марисом моим, которые были потрясающие гастроли во Франции, где Лебединая с ним танцевала, Лебединое озеро. А сколько раз вы с ним танцевали, Лебединое озеро? Ой, много. Это было 10 спектаклей подряд. Это ужас. Это было очень тяжело. Вначале, ну, Марис, Марис, Леба – это большая личность. Вначале он остановил на репетициях, на там, с оркестром, репетиция генеральная. Он останавливает всю репетицию. Мы садимся на рампу. И 45 минут мы говорили, что мы хотим, каким мы этот спектакль хотим преобразовать, что мы хотим сказать. И целый оркестр Большого театра сидит и ждет. И целый оркестр – это был французский оркестр. Французские артисты. Они все сидели 45 минут, ничего не делая. А там каждая минута стоит огромные деньги для оркестра. И так мы и говорили, что мы хотим с этим спектаклем сказать. Какие будут наши отношения на сцене, да, какие акценты. Это было так интересно, это было так забавно. После этого началась репетиция. Все успели, все сделали. Я была в прединфарктном состоянии. Ответственность огромная. Такой большой еще у меня не было ответственности. Ну, Марис, ну что ты там тащишься? Быстрее иди там за кулисы или что? А в конце говорили, Марис, что ты такой слабый стал, такой медленный. Ну, давай, давай, быстрее, быстрее, быстрее. Как-то вот очень такой хороший контакт с Марисом получился у нас. Ну, а с его детьми, с Илзи Сандрисом, вы какие-то отношения поддерживаете? Может быть, сейчас нет. Я училась в Москве, в ГИТИСе, окончила ГИТИС, театрального искусства, академию, да, и как хореограф. Тогда у меня больше было, но я больше как-то вот с большим театром, с артистами, с педагогами, да, с хореографами там больше общалась, тренировалась в большом, да. Приглашали меня после конкурса очень много лет назад переехать в Москву, музыкальный театр Номировича Данченко. Ой, что мне там сказали, вот у тебя будет это и это, и у тебя-то хорошо будет, и такая зарплата, и главные роли, и всё. Соблазняли. Соблазняли. Такие письма мне ещё остались от главного балетмейстера театра. Сколько лет вам было на тот момент? Немало, 27, это был последний год, как я могла ехать на международные конкурсы. Я в Болгарии, в Варне на международном конкурсе бронзу завоевала, если так можно сказать. Вот, и после этого меня сразу же приглашали в Москву, и, ну, я была полгода как женилась. Замужем, да. Я была только полгода, и думала, ну, что мне, ну, вот сейчас вот карты. Что мне важнее, сохранить, хотя мой муж режиссёр оперы, да, но сохранить здесь или ехать делать карьеру. Я долго думала, и всё-таки решилась остаться здесь и себя отдать нашему театру. И да, ну, так получилось в жизни. Вы ещё с Майей Плесецкой тоже, да, вместе работаете? Она меня и на конкурсе приглашала, да. Я сделала здесь концерт музыки большой гильдии с музыкой из Кармен, из, в общем, от мужа Майи Михайловны, да. Чудрена. Да, и, ну, когда я вам сказала, сделаем концерт прекрасный с вашей музыкой здесь, и Дама Собачки ещё была такой, с симфоническим оркестром, он смотрит на меня и говорит, ну, я не могу вам отказать, потому что ваши голубые глаза – это для меня всё. Как приятно. Прекрасный человек, да. И, ну, так и получилось вот это же сотрудничество с Четвертым, и я тоже рада, что я это сделала. Лита, вот мы говорим о том, что этот год юбилейный для нашего латвийского балета. Это столетие, это огромная история, это много звёзд, много педагогов, много потрясающих спектаклей. А вот в советское время считался наш латвийский балет третьим после московского и ленинградского. Вот в чём, в чём вот причина такого вот успеха, что это был такой высокий уровень именно у латвийского балета? Ну, у нас был высокий уровень, у нас был высокий уровень. Это и исторический, да, у нас и классический репертуар сильный был всё время, да. И, ну, Александр Сленбергс, который руководил долгие годы наш балет, у него ещё сохранились очень хорошие контакты, конечно, с Европой и с интересными личностями в искусстве. И это тоже помогло нам, да, совершить первый раз, выехать на гастроли. Но это была Венгрия, Маргарет, есть такой остров, да. И там у нас первый раз, мне было ещё 15 лет, и тогда весь наш балет выехал впервые, ну, на такие большие гастроли. А потом уже после этого началось, много объездили полмира, можно сказать, да. Да, очень интересные гастроли были и в Италии, и во Франции. С Пьер Карден на свой фестиваль приглашал, я танцевала для него. А что танцевали? Ну, Лебединое, Лебединое у нас. На Фоне море. Это было удивительно. Специально построена сцена, да, и на закате. Можете представить, да, как это было интересно, Лебединое озеро. Кто был ваш партнёр тогда? Вестурс, Янсонс был. Да, у меня много партнёров в моей жизни было много. Я богатая партнёрами. А какие роли партии вы считаете своими такими коронными? Ну, каждая роль, это с трудом создано. Очень много я думала о роли как таковой. Мне не только важно свертеть 32 фуэте, это самое, ну, так сказать, пик в классическом балете, да, но и сделать образ, сказать что-то в этом образе. И наш балет, может быть, вот наши солисты, наши примы отделялись от других, может быть, своим характером, решая вот эту роль, сделать роль на сцене, да, сделать образ. Не просто технически, а именно драматургия. Потому и в наше время люди шли на личности. То ли на Ларису Туисову, то ли на Лору Любченко, то ли на Зитуэрс, то ли на Литубейрис, да, они шли именно на личности. То же самое и с мужчинами было, танцорами, да, тоже шли на личности больше. Сейчас, может быть, это по-другому, это спектакль, это режиссёры, это хореография, да, так или иначе, да. Но как-то сейчас другие акценты начинаются. А в наше время было больше так. Вот вы сказали, крутили 32 фуэте. И рассказали, прямо вот такая визуальная картинка, что на фоне моря, Лебединое озеро, а вам... В белом Ту-ту. Французов это Ту-ту, не пачка, да, Ту-ту. И на арене для кориды выкрутили свои 32 фуэте. Ну вот это было, это было вообще... Ой, такое я буду всю свою оставшуюся жизнь помнить ещё. В кориде вертеть 32 фуэте. В конце я потеряла точку, ведь всё идёт на точку, да. И всё. Я не знаю, как я свертела это дело. Но это довольно-таки сложно после этого, когда у тебя конец этого 32, ещё с двойным перуэтом. И я не знаю, где я. И я не могу видеть всё одинаково. Круглое и одинаково. И я буквально потерялась в этом. Я не знаю, куда кто-то меня за руку схватил и куда-то спас. Я побежала и спас меня, да. Это было ужасно. Фантастика. Но всё было в жизни, так сказать. А какие ещё самые такие необычные места, где вам приходилось выступать? Ну, Сицилия. В амфитеатре? В амфитеатре, в старом, да. В старом амфитеатре. В Таурмини, наверное, где-нибудь. Как? Таурмина, там есть там такое, да? Я думаю, что да. Сейчас я вам точно не скажу, но это такие руины. Руины там были, да? Ну и всё, Лебединое озеро. Ну, в общем, перед спектаклем готовимся. Там же спектакль начинается как? Два часа после сообщения, что начинаем. А два часа ещё ничего не происходит. Начинаем где-то в 11 вечера. Ну, это нормально для Италии, да, такой. А сырость-то какая там, да, вечером. Влажность. И влажность. И сцены покрываются таким... И нем, да? Ну, водой, можно сказать. Даже водой. А у нас же пуанты. Они разлетаются сразу же, да? И как на льду, вот как по маслу почти ты чувствуешь. Это ужасно. Как-то мы не старались это всё специальными метлами сделать. Но, в общем, ответственность и стресс был на самом высшем мозге. И комары. А можете представить? Девочки стоят, как это балет. И ты не можешь шевельнуться. Ты же не можешь себя бить. Ты должен так. А там комары. О, какие большие, прекрасные они там, да. Южные такие, да. Южные, настоящие. А перед спектаклем я там что-то ещё не знаю, что-то делала. Сижу на каком-то камне там. И вдруг на меня что-то какая-то... Какая-то льётся на меня. Они с таким большим инструментом делают против комаров. Такую и дезинфекцию. А мы все в белых ту-ту стоим и ждём на выход. А там с таким аппаратом и что-то там плескает от этого. Да, запах страшный. Ну, в общем, да, очень такие. Ну и, конечно, встреча с дизайнером. Да, и, ну, это тоже было очень так ответственно. Хотели даже сделать такие специальные гастроли мне с одним балетной звездой из Парижской оперы. Но как-то это не получилось. Да, но я с ним познакомилась, с этим танцором, да. И это были, ну, такие, да, встречи интересные, забавные, нервные и ответственные. И, ну, да. Но это были далёкие годы, когда, ну... Даже память навсегда остаётся. Нет, это, ну, да, такие... Возможно событий. Приём у Пьер Гардена, стол там накрыт и всё. И мы сидим, солисты там, да, главные там всякие директора и всякие модели, я не знаю, как. И там устрицы. Я же не знаю, что это вообще устрица в то время. Что это вообще такое за зверь? Ну, как-то открывают там всё. И там и Марис, кажется, был, да. Он говорит, ну, давай быстро глотай эту устрицу. Ну, я так ковырнула и глотнула. И так я эти полтора часа с этой устрицей во рту просидела. Это было ужас вообще. Это переживание. Ни я могу поговорить, ни ничего. И выплюнуть мне стыдно. И как это всё будет снять? Ну, да, это так, по-детски. Но это очень волнительные моменты такие детские. Но это, как я говорю, уже давно было. Так что, ну так. Напомним, что в эфире программа «Зелёная лампа» – это благотворительная программа, которая каждую неделю помогает какой-то семье. Как правило, это собрать деньги на лечение малышу. В основном мы помогаем детям. И каждую неделю у нас выходит программа. И гостем нашей студии становится интересный человек. На этой неделе это балерина Лита Бейрис, президент нашей Латвийской балетной ассоциации. И у нас информационный повод, потому что 7 октября открывается международный балетный фестиваль, который вот Лита уже много лет готовит и руководит. Мы вам расскажем о программе фестиваля и о том, куда и когда надо прийти, чтобы посмотреть совершенно бесплатно грандиозный балетный концерт. Открытие, да. Да. И на этой неделе наша программа помогает маленькому мальчику. Это 4-летний Ратмир Колосунов. Он живёт с мамой и с папой в Олойне. Даже не в самом Олойне, а в маленьком посёлке под названием Эзейтис в дачном под Олойне. Они там ремонтируют как-то летний домик, и семья там живёт. Папа уходит в рейсы на грузовой машине, чтобы зарабатывать денежку. И в основном все денежки уходят на оплату лечения мальчика, потому что это все терапии и консультацию специалистов у нас очень дорогие, от 30 до 70 евро каждый раз. То, что оплачивает государство, совсем мало. И вот мама Татьяна, она, как правило, родители очень стесняются обращаться за помощью, но она приняла такое решение, потому что она должна выяснить, что же, в чём же проблема, почему у ребёнка наблюдается вот такое отставание в развитии. Он не говорит, исследования, обследования ничего не показывают, никаких рекомендаций таких комплексных, системных они получить не могут. И шанс для этого мальчика попасть в Эстонию. Там есть очень хороший прогрессивный центр, называется «Импульс», детский неврологический центр, который сотрудничает со специалистами и с научной базой в Петербурге. Это и Петербургский центр доктрина, и Петербургский институт мозга, и специалисты эстонские учились в Петербурге, и есть вот этот центр. Это очень полезная информация, потому что детки с нарушениями аутического спектра и любые нарушения развития могут поехать в Таллинн и попробовать там. И вот для этого малыша подключен специальный благотворительный телефон. Мы напоминаем этот телефон 9306384, евро 42 цента за звоночек. И в благотворительном фонде BeOpen открыт счет, официальный счет. С него не берутся никакие отчисления проценты. Сайт mixnews.lv, рубрика «Зеленая лампа». Там публикация про мальчика, фотографии, подробная семейная история и банковские реквизиты в фонде Labdoribus Fonds BeOpen для перечисления помощи. Спасибо огромное всем, кто может откликнуться. Напоминаем, что наша гостья Лита Бейрис. И давайте сейчас про фестиваль Валета. Фестиваль вы уже проводите 27-й раз, да? То есть солидная цифра. Да, несмотря на ковид, в 19-м году был, кажется, в 19-м был, когда закрыли у нас все в марте, да? Да, да. Вы начали фестиваль? В марте. Вам вас прервали? Да, с выставкой Менцендорфа, которая сейчас тоже будет открываем. Менцендорф. Дом очень интересная выставка, тоже немножко расскажу. И тогда было, ну, в 6 часов вечера по радио передается, что все закрывается, все театры, все, на блокдаун фактически. Ну, так и есть. А сейчас 27-й, да, и открываем. Вот видите, опять с выставкой Менцендорфа легендарные фото-легенды будут от 100 лет назад, как было, кто был. И до наших дней уже наши балерины и артисты балета, как... Это уникальная просто выставка. Это уникальная и костюмы, и костюмы, и балетный костюм на сцене. Это тоже очень красочно и очень интересно. Эджине Ефреймана фото, она вообще легенда. Фото, она руководит ассоциацией фото-клуба. И Надежда Демидова, которая была тоже сценограф, и костюмы делала для спектаклей в нашем национальном балете. Вот заботится о костюмах, что мы выставим. Какие интересные костюмы были в это время. Вот такая выставка. Ну и потом уже 7 число. Расскажите про открытие. 7 число. 7-го открытия. В 17 часов почти тоже место, где всегда встречались. Немножко сдвинута площадка. И концерт будет своеобразный. От классики до авангарда. Будет и балет. Да, площадка. Это торговый центр Орега, новый корпус. Это торговый, да. Да, абсолютно верно. И там сцену нужно делать, да, и устроить это место, чтобы было и красиво, и эстетично, да. И там будут участвовать многие коллективы, трупы из нашего балета. Я надеюсь, тоже будет балерина, да. И будет из балетной школы Риги молодые танцовщики. И будет даю студия фреска, даю студия бенефис, даю студия карусель, даю студия бурос, прекраснейший, они очень вообще интересно. Их представление будет такой сюрприз для всех нас, такой азарт. И Таалис Силс, Дэйс Академия. И вот Милана Комарова тоже поставила для этих танцоров такой новый балет на музыку Баха. Очень интересно, Милана начинает развиваться как хореограф, да. Посмотрим, что вот эти танцовщики, ну да, девочки сделают от Таалис Силс Дэйс Академии. И будет и пианист, это будет тоже такой сюрприз для всех. Музыка, значит, да, живая музыка, как мы говорим. Ну вот такое пёстрое, такое пёстрое концерт будет. И вот скажем, что это обозначено как благотворительный концерт в том смысле, что это абсолютно бесплатный концерт. То есть все любители балета, все рижане могут прийти и бесплатно посмотреть. Вот такое роскошное действие, и это как подарок. Это подарок, и фактически весь фестиваль, можно сказать, что я тружусь эти 27 лет, я для людей, чтобы они что-то красивое увидели, чтобы они учили, что другие страны делают, куда идёт вообще танец, балет, какие стили, как он превращается, да. Ну, какие объединения, один стиль, другой, пять стилей вместе в одном спектакле, да. Это то ли contemporary, то ли современный modern jazz dance, hip-hop, и всё. И всё сейчас вместе как-то начинают друг друга дополняться. И всё можно увидеть на вашем фестивале. И всё можно вот на этом спектакле видеть. И потом бежим в Splendid Palace, и там в малом зале будет два фильма. Кино-нактс. Кино-нактс. Семь часов. Код латвийского балета, да, получается? Код латвийского балета. Это сладкие 80-е, как мы иногда говорим. Артисты. Пять солистов 80-х годов. Да, 80-е, 90-е годы, да. У нас очень сильные были. Это имеется в виду, что 80-е годы – это был самый такой подъём и расцвет, да. Можно сказать, что да, можно сказать, да. Да, была очень большая труппа, где-то около 100 человек больше даже, да. И очень много солистов было, да. Конкуренция была очень большая. И, ну, да, но это и важно. Если конкуренция, то это уже рост. Ты идёшь наверх. Вот. Один фильм такой, агитационный режиссёр. Это фильм нашего латвийского телевидения. И другой фильм, но это такой исторический, можно сказать. 95-й год. Режиссёр Лайма Жургина. Такой концерт, тоже, можно сказать, благотворительный концерт. Собирали деньги для школы нашей, у которой не было ни пола специального, ни аппаратуры музыкальной. И для наших сеньоров, которые были в очень ужасном состоянии именно вот эти годы, да. Пенсионеры, ветераны, тех, кто вышли на пенсию. Которые, вот я руковожу уже 20 лет, эту ассоциацию, я очень занимаюсь. Не как Улья Семёнова, да, то же самое. У нас параллели с ней, да, всякие активности делаем, да, помогаем для здоровья и так далее. А почему вот Вы решили этим заниматься? Это и душевные силы, и время. Можно было бы сделать какое-то... Ну, это же самое лучшее, что может быть. Быть в контакте с теми людьми, которые отдали свою жизнь искусству, балету. И у которых нет сейчас, у нас всякие экстремальные ситуации были, нет где жить. Я пыталась через Рижскую думу, да, какие-то жильё достать людям. По-разному были ведь. Мы жили как-то иначе в советское время, да. Стабильность. Другие приоритеты. У нас была наша работа, кому мы отдавались полностью, да. Не думая о том, что у меня будет или сколько у меня в кармане. Это был абсолютно другой энтузиазм. И вот, ну, да. И тогда собирали вот эти деньги на концерте, в Тибеллэй-концерте в Дании. Фильм называется «Дания, Латвия». То, что в то время там и о спонсорах, и наш земри, был первый наш посол в Дании, да. Рикки Хелмс, директор Датского культурного института, тоже героическая женщина, да. И даже Кронпринц был на нашем спектакле, и премьер-министр был на нашем спектакле, да. Уже в 95-м году было, многие артисты уже уехали из Латвии, то ли в Европу, то ли в Америку, то ли в разные страны. А я пыталась с Астрой Стернс, которая жила в Дании, балерина, тоже вот сделать эту акцию. И собрала этих артистов очень с большим трудом. Из этих многих стран, и вот на концертном зале был этот концерт. И датский королевский балет, конечно, многие другие трупы, и наш национальный балет, все молодые. Элза Леймана, там еще совсем девочка в школе такая, да. Это так забавно, так интересно, это такой исторический момент. Да, исторический момент, да, забавный момент. И деньги эти пошли... И с этого концерта деньги пошли на школу и на вот эти сеньоры. На помощь ветеранам. Да, на помощь ветеранам. А еще у вас во время одного из фестивалей был специальный концерт, программа для дома престарелых в Латвии. Да, это гениальный Ноймайер, его юношеская компания. Я очень рада, что я их могла пригласить здесь, что они согласились приглашать. Приехать здесь... Ведь наша Лаудере, которая уехала из нашей школы учиться в Германии, в Гамбурге, да. И после этой школы знаменитый Ноймайер принял ее в свою труппу. И сейчас она, конечно, в пике своем, да. Несколько еще девочек уехали туда, в Германию, окончить школу, да, и с возможностями остаться приглашенными, быть в труппу Ноймайера. Это самое почти высокое, что... И они совершенно бесплатно у нас в Латвии... Они совершенно бесплатно. Нет, ну, конечно, дорога и все, да. И было и в Прейли концертном. Я сотрудничаю долго с Прейли. Културс Центрс, да. И, ну, и они там полностью этот спектакль показали. Здесь они большой фрагмент на галоконцерте показали. И вот поехали в дома престарелых, да. Это вообще удивительно, что что-то такое... И с какой ответственностью они это делали и танцевали. И эти люди, которые там пришли на этот концерт, там даже сцена была в одном доме престарелых, да, и все. Ну, сорганизовать было нелегко. Это вообще, да, целая история, да, была. Но они, вообще эти люди, они потом подходили, да, говорили с нами. И они, эти молодые люди тоже, артисты, да, танцовщики, говорили, сколько, ну, могли общаться, да, на каком языке. Они и не стыдились ничего. Они как-то, вот, само собой понятно, что для разных людей надо искусство показать. Не только для... Человеческий смысл. ...человеческом смысле. Вот это очень важно, да. Это огромная роль искусства. Лита, дорогая, у нас программа уже к концу подходит. Ну, Лита сказала очень важную вещь о том, что мы должны всегда думать о какой-то человеческий смысл каких-то наших действий, мыслей, идей, проектов. И наш проект помогает конкретным семьям помочь собрать деньги на лечение детей. И перед эфиром мы с Литой вместе слушали, нам позвонила мама мальчика, маленького двухлетнего Давида Загороднего, которому мы собирали в течение прошедшей недели деньги. И со слезами на глазах передавала благодарность всем-всем, кто откликнулся. Итак, в помощь Давиду Загороднему из Сала спился двухлетнему мальчику собрано 10 604 евро и принято на наш благотворительный телефон 2111 звонков. Это почти в два раза больше, чем один курс вот этого лечения и обследования в Петербурге. То есть получается, что мы гарантировали этому мальчику повторный курс, и так как он маленький, ему всего два года, это наверняка мы очень верим, что это будет очень хороший эффект. Спасибо всем огромное. И напоминаем, что наш телефон 9306384 евро 42 цента за звоночек всю неделю работает для четырехлетнего малыша Ратмира из Олайне, чтобы помочь ему тоже оплатить диагностику увеличения в центре Таллина. А счет помощи, если кто-то может больше помочь, опубликован, счет открыт в благотворительном фонде Be Open и опубликован на страничках «Зеленые лампы» на сайте MixNewsLV и на Фейсбуке. Лита Бейрис, наша гостья сегодня, мы тоже перед эфиром говорили о том, что девиз фестиваля от классики до авангарда, но есть какой-то более высокий девиз, сказала нам Лита. Лита, давайте вот повторим для наших радиослушателей. Ну я еще таким экскурсом немножко перетанцую через небольшую программу. Вообще это все от классики до авангарда. И в опере будет 13-го, 13-го в Малом зале норвежцы. Йо Стромгрен – гений в режиссуре, в хореографии «The Loft». Почти как потолок, можно сказать, да, спектакль интересный. И 24-го октября будет спектакль на WebCulture Spills. Приезжает с премьерой, можно сказать, из Португалии группа «Кворум» и показывает Ромео Джульетта. Это тоже очень интересно, это современно, с какими-то аппаратами особенными, которые они привезут из Португалии, да, очень такой своеобразный прием, кроме Джульетта. Но все объединяет любовь. Любовь, любовь. И последнее, как уже такой акцент, 29-е число, «Splendid Palace», 29-е октября, два фильма. Ну это очевидное, невероятное, как я люблю говорить, королевский шведский балет, спектакль «Сон в летнюю ночь». Ну такой дизайн и такой вообще режиссер этого спектакля, да, Томи Паскал, режиссер этого спектакля. Ну это нужно просто видеть. Мы обязательно опубликуем программу. Все напишем на нашем сайте. Да, да, и «Лебединое озеро». Можете представить «Лебединое озеро» про Лжакаш? Самое интересное, что может вообще быть. Я очень рада о этом вечере в кино. Спасибо вам за интересный рассказ, очень интересную информацию. Все будет опубликовано. И мы призываем наших радиослушателей не пропустить такое большое, большое, грандиозное событие, которое каждый год случается у нас, кроме пандемии. И спасибо, Лита, вам за то, что нашли время к нам прийти. Мы продолжим еще нашу беседу. С вами была программа «Зеленая лампа». Ольга Авдевич и Рита Трошкиной увели. И наша гостья Лита Беррис. Всего вам хорошего. Спасибо. И оставайтесь с нами. В следующий час гость нашей студии будет Юрий Радзиевский, американский бизнесмен, бывший рижанин, написавший книгу под названием «Капитан», легендарный капитан КВН Рижского института инженеров гражданской авиации, приехал из Америки и будет гостем нашей студии. Всего доброго и оставайтесь с нами.